Всем привет! Сегодня суперсолнечный у нас день. Сегодня какое у нас число 24 октября. Я вышла за старшим сыном в школу. Раньше немного вышла на минут 10-15. И подумала, что почему бы не воспользоваться таким случаем, не записать небольшое видео. Мне задали вопрос о пользе витаминов с сайта iHerb. Под видео о посылке с сайта iHerb у меня девочка спросила о том, насколько реже стали мои дети болеть. Такой вопрос получается неоднозначный, потому что я не могу дать на него точный ответ в каких-то статистических цифрах, процентах и чем-то подобном. Я бы сама была бы рада, если бы мне кто-то сказал об этом, что вы там на 20% меньше стали болеть за этот период. Вы там 50% своих болезней просто не заболели, 50% какие-то вирусы не подхватили. Но такого точного ответа я дать не могу, потому что, во-первых, помимо того, что идет время, дети взрослеют, то есть они по идее должны меньше болеть. Какая-то польза, я думаю, от витаминов все-таки есть. Но вот прям так ее не вычислить. Что точно могу сказать сейчас, это то, что когда мы начали только принимать витамины, я заметила одну очень хорошую тенденцию, что когда ребенок принимает витамины, он гораздо быстрее выздоравливает. И помимо того, что гораздо быстрее выздоравливает, для того, чтобы он выздоровел, зачастую не требуется каких-то сильно действующих лекарств. То есть, если у меня у старшего сына были постоянные проблемы, он болел в садике каждый месяц, и при этом каждый месяц ему требовались антибиотики, а то и два раза в месяц. Так вот, принимая витамины, мы могли уже обходиться, допустим, через раз не принимать эти антибиотики, а то и каждый раз. Какие-то там, знаете, анафероны, все эти анафероны мы не принимали никогда, потому что не верим в то, что от них есть какой-то эффект. А от витаминов мы могли просто, получается, антибиотики не пить, то есть не то, чтобы не пить просто, а то, что они просто были уже не нужны. Мы так поправлялись за счет иммунитета, за счет каких-то других процедур. То есть, хотя болезнь была, но она, видимо, не так сильно прогрессировала, не позволяла организму сильнее заболеть. Витамины все-таки помогали, ну я так считаю. И как-то у нас так получалось, что, допустим, вот этой весной ребенок, старший у меня, не болел. Достаточно давно, последний год он ходил в садик, весной заканчивал ходить, и все было хорошо, замечательно. На лето он уехал к бабушке в деревню, там они, точнее, они вместе у меня уехали, два месяца там жили, и там они были без витаминов всяких. Хотя, по идее, время года лета, они не должны же болеть. Но старший за эти два месяца успел два раза переболеть своим горлом. Не знаю, что там, его, знаете, уже хранили, берегли это всего, но он все равно умудрился два раза переболеть, и оба раза у него была температура. Я забыла, я думала, лето, не нужны витамины, и так свежие фрукты будут, какие-то овощи постоянно, бабушка с дедушкой за ними офигенно там заботятся. Я забыла про витамины, честно. Потом уже поняла, что надо было витамины с ними вместе отправлять, и так получилось, что он у меня два раза переболел, и его там антибиотиками, короче говоря, лечили. Но что делать, потому что там у него сразу температура под 40, у бабушки сразу там с дедушкой всем плохо, они сразу, знаете, скорую вызывают, в поликлинику идут, и поэтому так получилось. А когда вот он вернулся, они вернулись у меня обратно, я снова стала, ну, они сами просят эти вкусные витаминки, я стала им снова давать витамины, и сейчас они у меня тут, пока все нормально, в школу ходят. Сегодня вот уже почти закончился октябрь, считайте, два с половиной месяца, ну, два месяца они у меня здесь, и как бы ничего нам не требуется, слава богу. А младший у меня, знаете, такой, он наоборот самый стойкий солдатик в группе, он никогда так особо не болеет, то есть может болеть примерно раз в год, чтобы так на больничном, ну, два раза в год. И так получается, что по нему вообще не понять, помогают ему витамины, не помогают. А я, кстати, на себе недавно ощутила, все-таки осень, как-то так, непонятное настроение, ничего не хочется делать, у меня были эти витаминки D3, сейчас еще они есть такие, желтенькие, прозрачненькие. Я выпила тут одну штучку, думаю, там же много его, одну штуку выпила и ходила, пара дней такая вообще заряженная, думала, нифига себе, откуда у меня силы берутся. Солнышка-то не хватает все-таки в это время года, и получается так, что витаминки, мне кажется, полезны. Сегодня, кстати, хотела выпить, но забыла, надо сейчас. В общем, я, конечно, за витамины, но нужно их употреблять в разумных количествах. Надеюсь, что видео это было интересно, полезно, что я ответила на ваши вопросы. Дома даже составляла себе план по этому видео, но, к сожалению, дома не сняла сейчас. Побежала за сыном на улицу, надеюсь, что здесь рассказала все, что хотела. Спрашивайте, если есть еще какие-то вопросы, я постараюсь на все ответить, конечно, только со своей точки зрения, не медицинской. Всем пока, увидимся скоро.